итак 18 номер в начальный момент времени газ имел давление 1,8 на 10 5 паскалей при температуре 100 градусов по цельсию затем газ термически сжали в четыре раза то есть объем v1 равняется 4 в 0 в результате давление газа увеличилось три раза и так p2 равно 3 p1 давайте лучше так здесь v2 здесь v1 и здесь p2 равно нет стоп наоборот v1 4 в 2 а p2 равно 3 p1 так определите относительную влажность начального времени потеря вещества пренебречь относительную влажность в начальный момент времени и так еще раз условия задач в начальный момент времени газ имел давление 1,8 на 10 5 паскалей при температуре 100 градусов по цельсию затем газ мы изотермически сжимаем в четыре раза то есть объем в начале в четыре раза больше чем в конце при этом давление возрастает в три раза определить относительную влажность в начальный момент времени и так что можем здесь сделать ребят давайте рассмотрим два состояния первое и второе по всей видимости у меня здесь влажный воздух сейчас объясню почему и так влажный воздух что такое влажный воздух влажный воздух это воздух который состоит из сухого воздуха и водяного пара и водяной пар и здесь все то же самое сухой воздух и водяной пар вопрос почему объем уменьшился в четыре раза а при этом давление увеличилось только в три раза ведь если посмотреть на уравнение состояния то что pv равно не у рт если мы воспользуемся уравнением дерева клаперона увеличение объема в четыре раза при постоянной температуре вроде как должно нам дать увеличение давления в четыре раза да то есть если объем уменьшился в четыре раза то давление увеличилось четыре раза почему же здесь не так почему у нас здесь давление увеличилось только в три раза вероятнее всего мы приходим к выводу о том что у нас меняется вот в этом процессе количество вещества как может происходить уменьшение количества вещества правильно процессом конденсации значит у меня происходит конденсация и так по всей видимости у меня происходило конденсация чтобы у меня изменилось количество вещества чтобы она уменьшилась так а когда у меня может происходить конденсация в какой именно момент она может происходить когда у меня водяной пар становится насыщенным. Значит, мы точно с вами определяем, что в конечном состоянии, то есть если это у меня состояние 1, а это состояние 2, то в конечном состоянии водяной пар является насыщенным, потому что здесь происходила конденсация. Если он насыщенный, то давление водяного пара равно давлению насыщенного пара. То есть давление водяного пара, давайте где-нибудь здесь сбоку что давление водяного пара в точке 2 равно давлению насыщенного пара так хорошо это мы с вами зафиксировали дальше что еще мы можем с вами знать мы смотрим нас есть температура 100 градусов по цельсию так при температуре 100 градусов по цельсию вроде как сразу же понимаю чему равно давление насыщенного пара и так при температуре 100 градусов по цельсию давление насыщенного пара это 100 килопаскалей до напоминаю еще раз это табличное значение которое единственно знать для давления водяного пара что давление насыщенного пара при 100 градусов это 100 килопаскалей соответственно почему мы вообще определяем что у нас находится здесь влажный воздух каким образом это сделали если мы посмотрим на давление p1 180 килопаскалей я такой задумываюсь так максимальное возможное давление которое может оказывать водяной пар это 100 килопаскалей а у меня здесь 180 килопаскалей значит должен быть еще какой-то газ дополнительно который оказывает дополнительное давление так а если у меня уже есть смесь газов то значит мы логически приходим к какому закону правильно закон дальтона и так закон дальтона то что у нас суммарное давление смеси газов равно сумме парциальных давлений каждой компоненты мы будем применять в этих двух ситуациях нас что можем сфиксировать для первой картинки давление п exhaustion это давление водяного пара плюс давление сухого воздуха для картинки второй давление p2 равно давление p2 водяного пара плюс давление сухого воздуха во втором состоянии так а можем мы с вами найти п 2 да мы легко можем найти п 2 потому что мы знаем с вами p1 мы знаем что p1 180 килопаскалей так если меня давление p1 это 180 килопаскалей при этом мне известно что суммарное давление вот этого важного воздуха в результате моего сжатия увеличилась в три раза значит давление p2 равно 3p1 и получается 3 умножить на 180 это сколько 540 килопаскалей и так я точно определяю что у меня вот здесь находится водяной пар и сухой воздух причем водяной пар находится в насыщенном состоянии почему потому что просто из уравнениями дерева каперона мы делаем вывод том что не должно было уменьшиться чтобы не уменьшилась должен был происходить процесс конденсации конденсация происходит только когда он спар становится насыщенной значит что мы из этого получаем давление водяного пара в точке 2 мы сразу же находим как давление насыщенного пара и это равно 100 килопаскалей 100 килопаскалей и если я знаю что у меня суммарное давление вот здесь общее 540 килопаскалей а давление водяного пара только 100 килопаскалей значит давление p2 сухого воздуха равно сколько 540 килопаскалей минус 100 килопаскалей то есть 440 килопаскалей Мы нашли давление сухого воздуха. Теперь вопрос. А чему равно давление сухого воздуха в первоначальном состоянии? Воздух, именно у сухого воздуха у него не происходит никакого процесса конденсации. Значит, если я уменьшаю объем в 4 раза, то давление сухого воздуха увеличивается в 4 раза строго по уравнению Менделеева-Клаперона. То есть для водяного пара мы понимаем, что у нас может происходить уменьшение количества вещества. У сухого воздуха нет, он не конденсируется. Поэтому мы сразу же приходим к выводу о том, что если у меня объем уменьшился в 4 раза, то давление должно было увеличиться в 4 раза. Это по факту мы записываем с вами закон Болли Мариотта. О том, что P2 сухого воздуха умножить на V2 равно P1 сухого воздуха умноженное на V1. То есть здесь не происходит изменение количества вещества сухого воздуха. Значит, я могу найти, что у меня P1 сухого воздуха, это P2 сухого воздуха поделить на 4. Вот из этого уравнения, правильно? Потому что у нас получается, что V1 это 4, V2, у нас V2 там сокращается, как раз P1 сухого воздуха это будет P2 сухого поделить на 4. То есть 440 килопаскалей я делю на 4, получаю, что это 110 килопаскалей. Это давление сухого воздуха в изначальном состоянии. Вот мы практически уже решили задачу. Смотрите, мы знаем, что вот в этом состоянии здесь у меня давление сухого воздуха 110 килопаскалей. При этом я знаю суммарное давление на 180 килопаскалей. Вот опять же пользуемся законом Дальтона. Получается, что давление водяного пара, которое оказывает у нас, это P1 минус P1 сухого воздуха. Или получается, что это 180 килопаскалей минус 110 килопаскалей. 180 минус 110 это 70 килопаскалей. Итак, значит, водяной пар у меня оказывает давление в изначальном состоянии 70 килопаскалей. Ну и теперь мы находим относительную влажность воздуха, которую мы и хотели найти. Получается, что P1, относительная влажность, это что? Это давление водяного пара поделить на давление насыщенного пара. Это давление водяного пара в точке 1 поделить на давление насыщенного пара. Давление водяного пара мы только что с вами нашли. Это 70 килопаскалей. Давление насыщенного пара у нас сколько? Это 100 килопаскалей, потому что у нас температура 100 градусов по Цельсию. И значит, если мы это все поделим, то у нас получается 70 поделить на 100, это 0,7. Или это 70%. Таким образом, мы с вами нашли, что относительная влажность воздуха изначально 70%. Давайте еще раз быстренько пробежимся по этой задаче. Значит, что мы здесь определяли? Изначальное давление воздуха у нас 180 килопаскалей. Мы сразу же определяем, что это влажный воздух по нескольким параметрам. Первое. О том, что у нас объем уменьшается в 4 раза, а давление возрастает только в 3 раза. Это символизирует о том, что должно было изменяться количество вещества. Количество вещества может меняться именно в процессе конденсации. Значит, происходил процесс конденсации. И значит, у меня по-любому есть водяной пар, и в конечном состоянии он должен быть насыщенный. Потому что конденсация происходит именно в насыщенном состоянии. дальше а почему же у меня есть сухой воздух потому что максимальное давление при 100 градусов который может создавать водяной пар это 100 килопаскалей а у нас давление изначально 180 килопаскалей значит должен быть еще какой-то один компонент который создает какое-то дополнительное давление в данном случае мы принимаем что это есть некий сухой воздух и соответственно мы записываем закон для дальтона для первого состояния и для второго вот эти два закона дальше что мы анализируем мы говорим что мы знаем p11 80 с килопаскалей мы знаем что p2 по условию задача у нас увеличилось три раза это 540 килопаскалей дальше мы уже с вами определили что в конечном состоянии воздух у меня находится в насыщен точнее водяной пар находится в насыщенном состоянии то есть его давление водяного пара во втором состоянии 100 килопаскалей если я знаю что конечное давление общерезультирующие p2 это 540 килопаскалей и я знаю давление водяного пара 100 килопаскалей тем самым я могу определить давление сухого воздуха 440 килопаскале то есть это то давление которое оказывает именно молекулы сухого воздуха без воды и так дальше зная p2 сухого воздуха я определяю чему равняется p1 сухого воздуха вот оно определение откуда мы идем сухой воздух у него не происходит процесс конденсации у него не меняется количество вещества значит он подчиняется закону более мариотта при изотермическом процессе то что у нас давление обратно профессионально объему во сколько раз у нас уменьшился объем во столько же раз должно было возрасти давление давление конечного сухого воздуха 440 килопаскалей значит изначально она была сколько 110 килопаскалей вот мы зафиксировали и так мы знаем с вами давление сухого воздуха в конечном чем в начальном состоянии 110 килопаскалей и мы с вами знаем изначальное общее давление влажного воздуха 180 килопаскалей теперь нетрудно посчитать что давление водяного пара будет у нас 180 минус 110 70 килопаскалей и так мы нашли давление водяного пара 70 килопаскалей ну и дальше вспоминаем определение влажности относительной относительная важность давление водяного пара поделить на давление насыщенного пара давление водяного пара мы только что посчитали что 70 килопаскалей давление насыщенного пара при температуре 100 градусов по цельсию это 100 килопаскалей 70 поделить на 100 получаем что у нас влажность 70 процентов